Между тем, более 800 сельских хакимов изберут казахстанцы в этом году. Соответствующий закон о выборах подписал сегодня также президент Касанжумар Тукаев. На проведение голосований в селах на ближайшие 4 года из госбюджета предусмотрели более 17 миллиардов тенге. Как выборность сельских хакимов скажется на жителях страны и улучшится ли качество работы градоначальников, мнение экспертов собрала Маржан Султунбаева. Субтитры предоставлены сельских хакимов, а также сельских хакимов в селах на ближайшие 5 года из госбюджета предусмотрели более 17 миллиардов тенге. Спустя 7 месяцев после этого выступления главы государства изменения вводятся в законную силу. Однако политолог Даниар Ашимбаев считает, что несмотря на изменение механизма выборов, баллотироваться на пост Акимов будут прежние руководители. Эксперт приводит аналогию с выборами, прошедшими в Можилисе Маслихат. В случае прямых голосований сельских хакимов может повториться аналогичный сценарий. Если процедура будет позволять, то, естественно, конкуренция будет. Здесь вопрос касается величину и полномочий. У нас сегодня сельские хакимы сильно зависятся с ним районы. Это вопрос специально не проработан. Политолог Толгат Калиев считает, что данная инициатива может позитивно сказаться на популярности политических партий в регионах. Я думаю, для партии это очень хороший способ повысить свою узнаваемость, расширить влияние в регионах. И следующим выбором, по-таминским, подойти уже во время оружия с максимально развернутой инфраструктурой и с максимальным уровнем узнаваемости. Между тем, в избирательных бюллетенях казахстанцев теперь появится графа против всех. Отмечу в 2011 году перед досрочными президентскими выборами в Казахстане эту иконку исключили. Не согласили, а тоже являются политические позиции, выражения его прав. Это тоже очень важный шаг. Это расширяет возможности и права любого гражданина. И теперь, я думаю, если так политологически выразиться, протестные голосования тоже будут инициализированы. Стоит также напомнить, что согласно новой версии закона о выборах, снижен порог прохождения для политических партий в Мажелис с 7 до 5%. Если бы эта норма действовала на восьмых выборах, то состав Нижней палаты пополнила бы партия АОЛ. Между тем, с 2024 года ожидаются выборы Акимов районов. Маржан Солтунбаева, Марат Бейисов, Телеканал Атамикен Бизнес.